Это люди, которые полностью продались уже тогда, в 90-е годы, и толкали такие вещи, как, ну, не только там Велесова книга «Подделка», да, но и такие вещи, как «Подделка слова полку Игоря», вот почему такая громадная школа существует, «Повесть временных лет», «Подделка» и так далее. То есть вся наша древняя история – это «Подделка», вот, и на это были потрачены зарубежными фондами, прежде всего фондом Сороса есть, разумеется, но он только на слуху, вот, потому что других фондов тоже достаточно, ни один он приложил к этому руку. Есть фонды, которые поддерживали скандинавскую, нормандскую идею, также имевшую давний корм у нас на Руси, ну, все это очень тяжелое наследие различных политизированных направлений, причем антирусского содержания по определению. Кто финансирует науку, то, что он называет, кто платит, тот и танцует ее, да. К сожалению, это так, в меньшей степени это было в советское время, он там, по крайней мере, хоть отслеживал нашу госбезопасность, вот такие вещи, да, вот, и людям приходилось маскироваться, вот. Вот, ну, связи продолжались, но как оно, устроение этой связи, выделяет какой-нибудь фонд, большие средства на то, чтобы обучать, в крупнейших университетах Кембриджа, еще кто-нибудь там, где угодно, в Стэнфорде, в Америке, большие средства для того, чтобы продолжить образование. Искупать нашу научную элиту на этом деле. Ну, когда границы открылись, все они туда их выдули, вот, и чему их там учат, и так далее. Похожая ситуация была и в советское время, но пускали только избранных людей из той же советской еще элиты, да. Ну, тот же Залезняк, там, 25 лет, работал в Сорбоне, да, и в других институтах Франции, один из составителей русско-французского словаря. Вот, в 60-е годы отправился туда, и 25 лет потом жил, потом вернулся сюда и начал кричать о том, что Велесова книга подделка, потому что русские, Велесова книга, это русские, русы, русские, они норманы. И, пожалуйста, и на все это, и теперь все говорят, ох, святой человек, разрекламируем там эхом Москвы и прочими подобными организациями, средствами массовой информации, либеральной тусовкой внутри науки, разрекламированной. Человек не глупый, абсолютно не глупый, но вот откуда у него нормандская эта идея, откуда у него все вот эти вот вещи. Он француз, он не русский, вот, да, и все, конечно, это все понятно, но даже внутри советской науки, он был преподавателем в МГУ, он преподавал не старосваянский язык, он не был включен даже в эту, так сказать, церковную нашу элиту, поскольку совсем он даже не человек, как бы церковные идеи ему тоже были, так сказать, далеко от него, вот. Вот, он норманизм толкает такой замшелый со всеми этими делами, вот, и он там не был, так сказать, авторитетом внутри вот той науки, за что ему теперь дали госпремию, там, ну, раньше давали, да, сейчас он уже умер, вот, да, за то, что ему дали вот премию Солженицына вначале, потом госпремию, за то, что он как бы защищал подлинность слова о полку Игореве. И Злезняк защищал, даже сам Злезняк защитил слово о полку Игореве, вот эту брошюрку там на 50 страничек защитил, вот за это ему всякие награды, даже такой проджонный норманизм защищает слово о полку Игореве, да, и так далее, и так далее, и так далее. Читаем вот эту самую брошюрку, и что мы там видим из его выводов защита слова о полку Игореве. Это написано на первом абзаце, а дальше начинает он в течение всех этих 50 страниц в этом сильно сомневаться, вот, а может быть, все-таки не подлинник. Давайте рассчитаем это дело, давайте какой-то там вот математический аппарат, лингвистический применим к этому делу. И пришел к выводу, что, ну, на какое-то количество процентов это, наверное, все-таки подлинник, вот, на такое количество процентов, судя по лингвистическому анализу, это сомнительно. За первый абзац, где это подлинник написано, он получает госпремию, а за суть исследований, всякая эхо Москвы давно поняла, что там, на самом деле, доказано совершенно противоположное, это псевдонаучное, так сказать, изыскание. К науке настоящие, не имеющие отношения цифирь и жонглёрнивые цифрами, так сказать, которые толковать можно десятками различных способов, вот. Ну и так далее, так далее, так далее. Это вот один из тех авторитетов, которым не всегда на всех встречах более-менее образованных люди говорят, вот, Залезняк же сказал против, мы же слышали об этом. Все средства массовой информации об этом толкают. А какой он специалист? Да никакой он не специалист. Он вообще старославянским языком после 50 лет занялся, до этого он был специалист по французскому языку. Он что-то помнил проходивший в 60-х годах курс старославянского языка, но ведь и только. Когда я читаешь его опусы, касающиеся там берестяные грамоты и прочих делал, мне, как специалисту, который с молодых лет знает язык, видно, что он там пыкмык делает, что у него там ошибки. Ну, некоторые не сразу лезут в глаза, но нужно иметь некую базу, чтобы понять, что он псевдонауку толкает на самом деле. Даже вот других исследований, касающихся ввели свои книги. Вот, что это, в общем, не авторитетное мнение абсолютно. Вот человек кое-что знает из курсов о старославянском языке. Чтобы выдать себя за ученого, этого достаточно специалиста, но он не специалист. То есть система, она из-за границы пытается изменить нам историю, чтобы... Все века так было. Во всех славнейших, действительно великолепнейших университетах Европы, они же финансируются там королевскими дворами и так далее, идеологическими, масонскими ложами, всевозможными европейскими, которые основаны на той или иной идеологии. Всякая эта идеология русофобская, и она традиционно русофобская, не только антисоветская, она просто русофобская. То, что касается идеологии, а история, это всегда часть идеологии, там славнейших университетов с огромной тысячелетней традицией. Но когда касается дела русской истории, там всегда вылазит вот эта вот русофобия. Я бы даже сказал, что, конечно, прежде всего в школах, основанных на масонских ложах, там происхождение имевшего английское, англосаксонское. То есть это Америка, это Англия, отчасти Франция. В меньшей степени, кстати говоря, Германия. В Германии, поскольку, ну, там, ну, часть Германии, значит, чуть ли не половина восточной Германии, это бывшие славянские земли. Вот, поэтому они к славянской истории, к древней истории относятся гораздо более терпимы, чем другие народы. Вот, поэтому там более интересно читать. Хотя, конечно, история наша с германцами тоже достаточно жесткая, да. Вот, но тем не менее, они более основательные, более пунктуальные и более, как бы, ну, так сказать, научно обоснованные в школах. А, Задорнову вы согласны? Ну, Задорнову, безусловно, согласен во многом. Вот, а у нее есть, конечно, огрехи там, но не капитальные, как у других, да. Вот, это уже для буквоедов огрехи. А вот сама суть, да, Задорнов великолепный, он подает эту информацию великолепно, да. Вот, то есть, это, конечно, жалко, что вот кончилась эта работа над фильмами замечательными. Вот, мы немножко сотрудничали, он финансировал ряд моих изданий, Задорнов, он веду Словена, вот год Болгарии в России, это его средства были на издании. Вот, мы благодарности об этом вспоминаем. Советовался, когда делались фильмы тоже, какие-то вопросы задавал, встречи устраивали тогда. Вот, то есть, да, Задорнов это, конечно, ну, вот уже нет таких Задорнов, как был, некого, кончилось это дело. Такая медийная личность, толкавшая такие, в основном, правильные идеи, это, конечно, был золотой фонд русской нации, по-другому не скажешь. Ну, к сожалению, да, вот, уже кончилась эта работа. Что будет дальше, посмотрим. Какое-то сотрудничество с телевидением и с теми же кадрами продолжаем, но, ну, просто действительно нет таких фигур, как Задорнов. Вот. Какие надежды подает Сундаков, конечно, не хватает ему немного образования внутри вот именно вот этой вот тематики. Он, у него более широкий обхват, весь мир ему интересен. В этом смысле он, конечно, тоже уникальнейшая личность Сундаков, да. Ну, вот, что касается славянской истории, тут, ну, нужно ему было бы подтянуться, вот, по теме. Ну, просто заблуждение там, восходящее к различным массовым, то, что в массы дается, теми же Ахиневичем он иногда выдает оттуда же, или там Фоменко-Насовским какие-то вот такие странные вещи выдает. Ну, да, конечно, знаком с Сундаковым, но он действительно прекрасно работает и на телевидении, и выглядит великолепно, и подает материал великолепно. Ну, он просто действительно охватывает всю планету. Он очень широкий спектр. Широкий спектр, да. Как бы это одна из частей. Одна из частей его, да, подхода. Поэтому в этом он не может все знать, к сожалению, да. Хотелось бы вот человек, который вот был сосредоточен вот на этой тематике, хотя бы в основном как был Задорнов. Но я вот все равно сейчас больше не на кого надеяться, на самом деле, как на Сундакова. Пытаюсь с ним встретиться, пытаюсь ему там передать книги, рассказать что-то такое. Ну, к сожалению, он в Москве, я сейчас раньше жил рядом, я часто, чаще общался с Сундаковым. Вот, новостейки к нему приезжал, а сейчас нет. Сейчас уже мы здесь. Вопросы, вы, наверное, противодействие очень большое встречаете, потому что вы делаете те вещи, которым очень неприятно другим, особенно людей, не имеющих власть, деньги, там. Вот, как бы, вы встречаетесь? Ну, власть и деньги интересуются властью и деньгами, понимаете? Я им не конкурент в этом аспекте. Вы даете знания, вы даете историю, вы даете корешки людям, из которых там происходит... Ну, для этого нужно и им понять, что же я даю. Вот, они пока не в курсе о основном. И особо не интересны. И особо не интересно, да. Это так, для любителей, некая древность, один из вариантов непонятно чего. Альтернативные истории. Да, альтернативные истории, да. Мало ли, то есть нет конкретно направленных против меня репрессий, там, как у людей более медийных, более охваченных. То есть, ну, там, типа Задорного, там, конечно, дискредитировали, когда он делал вот эти заявления, там была волна. Это был неудобный. Естественно, по этому поводу очень сильная волна. Но он был настолько силен, настолько у него был авторитет, да, что он всю эту волну просто использовал себе как на пользу, на самом деле. Да, как дзюдоисты. Да, как дзюдоисты, да. Для энергии, вот, ну, по себе. Но для этого нужно быть Задорновым, да, который уже в каждой семье дядя, да, дядя Миша. Вот. Его больше послушать, чем вот этих всех. Они скорее на рекламу его будут работать. Он не особо естественный, не нормально. Да, не знаю. Много всего. Например, одинаково, как за Сгорным ушел. Например, одинаково уходят. Потому что здесь... Кирилл Петров тоже там непонятный, да. Очень обидно, что кто-то истинно-правда накапывается, их убирает физически просто. Сейчас людей, особенно в Москве, там вообще эпидемия рака идет. Вне зависимости от того, медийный человек, не медийный. Просто настолько экология забита, что там за последние 10 лет в 10 раз увеличилось количество онкологических больных. Понимаете, идет геноцид вообще русского народа. Или вообще все, что есть. Через питание, через экологию, через то, что делается, да. Хотя вот Задорновым, конечно, подозрительным. Уж больно здоровой жизни человек вел. Да, у него слишком жизнерадостный. Слишком был жизнерадостный. У него энергии много. Да, и я видел, как он относится к питанию, да, относится специфически. Да, у него была очень малая вероятность подхватить рак просто так, чем у остальных людей. Это не характерная болезнь для таких людей. Для таких людей не характерная, да. Это вы верно заметили, да. Подозрительно, да, подозрительно. Гадать. Ну, что можно сказать, гадать, конечно, да. Вот. Велесова книга, как она к вам попала, как вы ее переводили коротко, можете вам сказать? Велесова книга, я в то время работал в журнале «Наука и религия». О Велесовой книге я знал еще с 70-х годов. Что она существует, знал, потому что были публикации в «Науке и жизни». Но я думал, что это где-то в эмиграции, это где неизвестно. Вот только одна плохенькая фотография существует в общем доступе. Когда работал в журнале «Наука и религия», к нам пришло первое письмо. Это было от... Он сейчас живет в Анапе, историк Серов. Он тоже небольшой писатель, тоже пытался переводить Велесову книгу. Вот. Он через наших людей, которые были связаны с русской эмиграцией, получил французскую копию, копию Рибиндера. Вот. Издание Велесовой книги, которое выходило во Франции, тогда же выходило, в 70-е годы. Вот. И вот эта копия была передана Серовам, который приезжал в Москву нам, конкретно мне, в журнале «Наука и религия». Я получил вот эти тексты впервые. К тому времени в журнале «Наука и религия» был уже основан отдел славянской истории, который, публикация рунических памятников, уже этим делом занимался. Это было наше дело. Мы уже начали запускать такие памятники, как «Песня птицы Гамаюн» и так далее, и так далее. Вот много чего было. Всякие надписи, которые есть на предметах, обсуждались. И вот у меня появилась на столе вот эта копия Велесовой книги, в которой я знал, что наши ученые говорили, что это, скорее всего, подделка безосновательно. Потому что для меня было уже большое впечатление, произвело первое фотографии Велесовой книги. Мне уже казалось, что это очень сомнительно, что такого качества подделка может быть. Когда у меня появилась перед собой значительная часть памятника, две трети памятника, передо мной французское издание, я тогда где-то уже на второй день уже четко знал, что это подлинник. Почему я знал? Еще не разбираясь, даже не погружаясь внутри языка. Просто по образом. Читать это, конечно, было можно. У меня уже был хороший запас по чтению славянского языка. Шашкова читал его вначале даже лучше, чем русский читал. Так у меня сложилось. Я изучал старославянский. Не изучал даже, а просто читал на нем. Раньше, чем русские книги, читал молитвословые уже. И тогда, когда я уже спокойно читал уже Велесову книгу, нужно было только уточнить какие-то отдельные формы. Отдельно большой, около года работы занял уже погружение уже в специфику языка. Я самой ввели свои книги. Это очень... Ну, а общие образы я уже понял. Когда я там встретился с образом небесной коровы Зимун, я уже точно знал, что это подлинник. Почему? Потому что до этого еще будучи директором школьного краеведческого музея, достаточно известного в движении «Моя Родина СССР» в советское время, мы работали тогда в сотрудничестве с Нижегородским университетом, с экспедицией этнографической Марохина. И я, наверное, читал всю литературу по теме, которая была, да? Я знал, какие публикации на эту тему вообще существуют, когда бы то ни было к тому времени. И я работал в библиотеке российской... Какие-то лакуны я закрывал последние годы уже исследования различных этнографических институтов и филологических факультетов, экспедиций, которые были по всему Союзу. Я знал, что в публикациях о корове, небесной корове, вообще нет ни слова. В существующих публикациях. Но в нашей этнографической экспедиции я встретился с людьми, которые говорили о корове Зимун. Этнография Костромская-Нижегородская, которую я лично проводил сам. Я знал, что ее нигде не было, это было одно... Я уже ввел ее, этот образ, эта корова, в песню «Птица Гамаюн». Еще до того, как я познакомился с Велесовой книгой. А в Велесовой книге она уже была. Я понял, что это, конечно, абсолютно подлинник, без всяких сомнений, уже на уровне образов. Уже на уровне образов. Потом я уже разобрался и с языком, и погружение в специфику языковую. И по этому поводу у меня было масса исследований. И не только у меня. Вот есть книга... Вот это вот. Мы выпустили сборник «Ученые о Велесовой книге». В этом году выпустили этот сборник, где присутствует 9 декторов наук. 9 декторов наук – это завкафедрами, директора институтов, ректоры Белградского университета, крупнейшие ученые, которые известны... Других просто не существует в славянском мире, 9 декторов наук, сотни книг у них, словари и так далее, и так далее, и так далее. Крупнейшие ученые высказываются за Велесову книгу, делают в том числе исследования по языку Велесовой книги. Глубокие, очень сильные исследования для людей, которые, ну, окончили, по крайней мере, хоть имеют базовое филологическое образование, совершенно очевидно, что вопросов быть не может о ее подлинности, просто быть не может, на самом глубоком уровне. Те, кто выступают против, либо это делают из конъюнктурных соображений, и это легко раскрывается, либо просто, опять же, поневежествуют, потому что и среди филологов невеж достаточно. Вот. Вот, пожалуйста, можно смотреть, обсуждать. Есть академическое, можно сказать, издание крупнейших специалистов по различным вопросам, в том числе и по языку. И, так сказать, есть мои исследования, есть и спея просто авторитетов, которые поддерживают это исследование и добавляют своих исследований по этому вопросу. Вот. Вот то, что касается Велесовой книги. Не я бы хотел особо отметить, что кроме Велесовой книги, наиболее разрекламированной, прежде всего, мной в 90-е годы, когда это была такая необходимость, существует еще множество других памятников, часть из которых нам удалось опубликовать вот в сборнике Веды. Ну, это вот Велесова книга, ну, где-то вот есть Веда, вот книга, кто-то уже читает ее. Вот. В книге Веды есть издание, множество памятников, которые не менее значимы, чем Велесова книга. Это касается и памятников из коллекции библиотеки Анны Ярославной, дочери Ярослава Мудрова, выдранной замы за короля Франции Гедриха I Капета, и которую в начале 19-го века эта коллекция оказалась в Санкт-Петербурге и начала изучаться. Вот. Это касается Ярильной книги, Белой Краницы, Баянова гимна. Вот. Это письменные памятники. Кроме этого существует болгарский эпос. Вот. Веда Словена. Это середина... Публикации болгарские середины 19-го века. Это тот же мир. И обширнейший памятник устной традиции, основанный тоже когда-то на письменной традиции. Вот. Работала в Болгарии и в Македонии экспедиция, которую финансировал император Александр II в течение 25 лет. Вот. Сначала он был царевичем, потом был императором. Вот. И он поддерживал все эти годы исследования накануне Балканских войн. Вот. Ему было очень важно знать, в том числе и религиозную обстановку. И эта экспедиция работала. И было опубликовано множество уникальных шахтографических записей, касающихся всех сторон культуры болгара и македонцев, в том числе вот эта Веда Словена. Вот. Часть осталась в рукописях. Многие рукописи я уже сейчас в архивах нахожу, тоже публикую, перевожу. Вот. Это касается этого вопроса. Есть еще татарские источники, летопись булгарского царства. Это источник письменный. Когда-то был написан на булгарском Тюркии, потом был переведен в 20-е годы на русский язык. И вот здесь он тоже публикуется в книге Веды. Вот. И вот этот вот источник важнейший, потому что он охватывает историографию булгарского царства. И начинает он тоже со времен прародителей, как Вересова книга, но заканчивается 17-м веком. То есть, история вот булгарского, казанского народа вплоть до 17-го века, начиная с начала нашей эры. Вот. То есть, первые главы, которые просто переписывают древнейшие летописи, языческие еще летописи булгарского царства, и хазарские, кстати говоря, летописи, что тоже очень важно. Вот. Основывается на них обзор общей истории. Он совпадает по основным положениям с Вересовой книгой и уже в христианское время на Руси с какими-то образами из «Повести временных лет» нам известными. Вот. Но очень много добавляет, например, сведений, которые очень важны для нас. Это сведения, которые языческий взгляд на историю, вот, но после Рюрика. После Рюрика, что происходило. То есть, для нас как бы известно, и наиболее какие-то важные образы существуют в культуре. Это такие от Рюрика, да, ну там, Игорь Старый, Олег Вещий, Святослав, его похода на Хазарию, да. Вот. И обо всем этом пунктирно упоминается в наших летописях. Буквально несколько фраз имеется. Хазарский поход меньше абзаца описан в «Повести временных лет», который, ну, создал вот эту огромную шубосковскую державу, да. А в летописи булгарской и в хазарской летописи, то есть, взгляд уже критичный к Святославу с точки зрения Хазар, который он их разгромил, вот. Там многие страницы, описаны международные отстановки, описаны битвы, взятые города, кто где воевал, какие были полководцы, в чем это все закончилось и так далее, так далее, так далее. То есть, сведения важнейшие о нашей начальной истории, и прежде всего, конечно, о Олеге Вещем и о Святославе, можно найти в летописях хазар, которых они громили. Вот. И булгар, которые пересказывали уже со своей точки зрения, булгар, которые были союзниками Святослава и Олега, скажем, да, в этих походах. Вот. То есть, можно изучать вот нашу историю, благодаря вот появившимся первоисточникам, они вот публикуются в книге «Веды», «Веды Руси», «Веды Булгар», вот, потому что это единый мир образов, единый идеологический мир, потому что единая идеология пронизывает эти памятники. Вот. Можно посмотреть, ну вот, книга «Веды», вот, книга «Веды». Здесь приводятся все вот эти вот основные источники, в том числе и наши устные. Огромнейшая традиция связана с устным преданием. Это книга «Коледы», вот, русскими устными предами. А вот это вот летописи, вот это, летописи «Болгар», а это вот летописи, ну, «Булгар», да, вот, и то, и другое очень важно. Они охватывают разные периоды, вот, глобальные периоды раннеславянской и тюркской истории, народов Евразии, в их, и династии, и взаимодействия с Европой, с Азией, войны с Китаем, вот, упоминали с войны с Китаем, конечно, описаны войны с Китаем. Во времена Святослава. Святослав воевал не только с Хазарским Каганатом, но в Волжских степях, тогда еще Хазарский Каганат отхватил как раз от китайцев огромнейшую территорию, которая раньше принадлежала китайцам. Вот, и здесь, в Волжских степях, это предки колбыков, это один из китайских родов-народов, вот, они оставались внутри Хазарской империи, у них была своя автономия, китайская автономия со столицей города Хин. Это были китайцы, вот. И тюрки боролись с ними булгары, акцентируют это внимание. Походы описываются в булгарской летописи. И, собственно, на Китай, вплоть до желтой реки, до Хуанхэ, булгарского царства, булгарских царей, и воины там в союзе со славянами воевали с Китаем во времена Святослава. Там были войска, русские войска, варяжские войска, вот, они воевали на реке Хуанхэ, представляете? И вот эта глобальная битва с китайской областью в районе современной Калмыкии, это волжские вот эти степи и взятие города Хин китайцев. Это было в общем походе булгар и славян, и Святослава против Хазарского каганата. Вот это вот было. Там была война и с ранними мусульманами, и с аудеями, и с китайцами, буддистами, да? То есть это было огромнейшее такое поле битвы, которое войны продолжались очень долгое время, и перекроили политическую и религиозную карту тогдашней вот Северной Европы. Вот это было величайшее деяние, и походы описаны... Там и была присутствовала мировая политика во всем дело, переписки с императорами. Все это в летописи указано. Обо всем этом ни слухом, ни духом, ни в нашем образовании нигде нету, да? Булгары это не славянский народ? Булгары это народ, у которого есть два корня, это и тюрки, и славяне. И это всегда было так. И кто из них преобладающий, это нужно смотреть чисто физиономически, как они пересекались на пограничные земли. Тюрко-славянские. И они во все века истории, из древнейших античных регионов, говорили на двух языках. Казанские булгары, казанские татары современные. Они русские изныгнали всегда, два тысячелетия. Это был их второй язык во все века. Или первый язык в разные времена. То есть, когда их тюрки захватили, пришедшие с Алтая, установили свою власть, у них там элита была уже тюркская, алтайская элита. Но народ, он оставался вот такой, и тюркинский, и славянский, смешанный. И это не только говорят наши источники, это говорит внутри уже путешествий арабских, 9 века какого-нибудь Ибн Фандлана путешествия по Логе. Он говорит, что вот эти канзанские булгары, это народ, состоящий из тюрков и славян, которые говорят на двух языках. У них и те, и славянские, и русские обычаи одновременно вместе. Ну а исток их, булгарский исток, собственно говоря, откуда роды булгары идет, название булгар. В Волгарии, в Булгарии, вот, это Волгари, вот. И до вот тюркского каганата, великого тюркского каганата, когда кипчаки пришли с Алтая и захватили вот эти земли, вот, они были просто славянами, причем высочайшего, одно из высочайших родов, которые сходили к роду булгар, белых арев. Вот, вот о чем идет речь. Вы сказали, что в современное образование, что там не дают этой информации, почему бы было? Ну, современное образование не дает информации, но, по крайней мере, то, что мы имеем как остатки советского образования, тут можно сказать, все-таки, некую благодарность тому, что они сохраняют некую, все-таки, нормальность советского образования, потому что вот такие вот вещи нужно, естественно, проходить многоэтапно. То есть, то, что вводится в школьное, скажем, образование, должно проходить нормальные этапы. То есть, должны существовать некие исторические школы, авторитетные исторические школы, В которых внутри нормальная дискуссия, не политизированная дискуссия, и уж точно не на основу современной школы, которая существует в России, они в основном сформировались в 90-е годы, когда их финансировал фонд Сороса. И большинство бонус современных чиновников исторической науки, в лучшем случае, если это старики, у них еще есть остатки советской совести и образования, а в худшем случае это люди, которые полностью продались уже тогда, в 90-е годы. Так, ну еще куда-нибудь направьте меня, какие-нибудь вопросы задайте. Ведическая Русь – вершина цивилизации, ведической цивилизации. Это, конечно, 4-й век Бусового времени. Время князя Дажиньяра, Бусы Белояры и вот это вот все. То, о чем, о золотом веке, о Бусовом времени говорят все наши памятники. Они большую часть рассказывают об этом и о той династии, которая тогда правила. Сейчас я работаю над книгой, художественной книгой, касающейся именно этого времени, путешествий Бусы Белояра. И я как бы оцениваю ее уровень культурный, технологический уровень, уровень науки того времени. И для меня совершенно очевидно, что и Русь, и Европа поздней античности, первоначальных первых годов христианства, времен Константина Великого, по уровню культуры, по уровню технологий, это где-то 18-е, начало 19-го века сравнимо после падения темных веков и после долгого восхождения через эпоху возрождения и посвящений и так далее, мы повторяем вот этот цикл. Но по уровню хотя бы там науки, физики, математики, мне как бывшему физику и математику было интересно. Я всегда понимал, что ученые, античные ученые, они где-то по уровню, это 18-й век, 19-й век европейской науки. То есть, такой-то Архимед и Эллер-современники по тому, что они дают. То есть, когда они переводились и восходила опять наука, она в основном в эпоху возрождения восходила на античном базисе, который через арабов пришел, уже через переводы арабских античных источников. Физика, технологии, например, в 4 веке уже знали паровой двигатель. Мы это знаем по археологическим находкам, по игрушкам, которые моделям. Совершенно очевидно, что это модель больших повозок. То есть, использовали уже как минимум для каких-нибудь парадов или даже в воинских каких-то операциях уже первые паровые машины использовали. То есть, пара уже знали и уровень пара. Дирижабли были тогда в 4 веке. 4 век нашей эры. То есть, территории Европы, Руссколании, евразийская культура. В том числе, Китая. Да, территория. Ну, Италия, прежде всего. Италия тогда, это Римская империя. Она охватывала западная и восточная Римская империя. Она охватывала всю Европу тогда. То есть, ну, уровень в центре. То есть, смотрим сооружения, которые до сих пор стоят. Там, что? Сооружения, ну, не знаю, там, Колизей какой-нибудь, ну, мало ли, форумы. Смотрим технологии, которым были Сталин. Когда Европа дошла до такого уровня строительных технологий? Вот. Она дошла в 17-18 веке. Строительные технологии дошли. Вернулись к этому времени после упадка средних веков. Вот. И это касается и науки, и техники, и литературы. Там, ну, много всего. То есть, нужно понимать, что вот последний всплеск вот этой античной культуры. И одним из центров этой культуры была, в том числе, Руссколань. Это были Древняя Русь. Вот эта вот Северная Европа, да. Это уровень 18-19 веков по уровням технологий, культуры, науки, литературы. И это после этого было великое переселение народов, падение культуры в результате гуннского нашествия, да. Серьезное падение после того, как начались средние века, уже бракобесие пошло уже чисто церковного порядка, причем такого сектантско-церковного. Потому что ранее христианство было иным до 4 века. Инквизиция. И вот это все, что наука и власть подобрала под себя церковь, а для нее наука была больше цифири, ничего не должно быть, цифирные школы максимум. Больше упор на, конечно, уже там церковную литературу, на филологию, вот такого плана. И то она была доступна немногим. Нужно понимать, что даже переводы Библии, они были доступны только в центральных монастырях и при царских дворах. Было сотни экземпляров на всю Европу Библии в течение веков. И наиболее распространенная литература была, например, мальтвослова, и только этого хватало на христианизацию. Одна тонкая книжечка, она была распространена по всей Европе, и все. Будугой литературы как бы и не было. Среди ученых и только в монастырях сокровища книжности, да, там изучались античные философии. Там много чего изучалось интереснейшего, да, внутри монастырей. И в церковной жизни, в христианской жизни, наверное, только арианская школа, вот северная арианская школа, которая существовала многие века, она, конечно, поддерживала науку, в том числе историческую, филологическую. То есть вот церковные авторы, которые придерживались вот этого направления, и начинали возрождение, благодаря вот богословлению, ну, польское возрождение, Коперник и так далее. Вот, это люди, которые были арианами, не то, они были арианами, вот, внутри вот этого всего христианского мира, вот это направление арианское, которое считается еретическим внутри церкви, естественно, вот, оно имело ведические корни, античные корни, и в основном вот люди, придерживаясь этого мировоззрения, как раз и сохранили античную традицию, как таковую, и культурную, и физику, и так далее. Вот, то есть вот это, да. Кстати говоря, вот, очень нелюбимый сейчас всевозможными язычниками Владимир Святославич, сын Святослава Великого, да, вот, несмотря на церковную легенду, который как бы вводил у нас вот это христианство, с которым там борются теперь и так далее, он-то произносит, согласно повести временных лет, арианские символы веры. Он не вводил что-то новое, и никейские символы веры не признавал. И властен собой императора, и вот Афанасьевской вот этой церкви, которая боролась с церковью арианской, вот, он поддерживал очень древнюю арианскую традицию Владимира Святославича. Это тоже нужно понимать, что даже тот образ, который сейчас подсовывается якобы патриотами, якобы язычниками того же князя Владимира Святого, он далек от реальности, вот, от исторической реальности. Это борьба с символами какими-то, с пабсобанками идет, внутри даже нашего патриотического движения. Или там княгиня Ольга, да, вот первая нас княгиня, которая приняла там крещение, да, вот, мать Владимира Великого, княгиня Ольга, да, а почему-то не о крещении Владимира Святославича, и о крещении Ольги византийцы ни слухом, ни духом. Сами византийцы, летом, есть огромное количество, церковные писатели там есть в Византии, да, вот, Константин Багридарон, церковные писатели, византийские писатели, летописцы, огромное количество летописей, вот, прибытие там царевны Хельги, Ольги, да, вот, царевны Рутенов, русов. Очень подробно на многих страницах описано императором, да, и вот он описывает все вплоть до того, какой десерт подают при завтраках, при встрече с русской княгиней, да, вот, все описывает, кроме ее крещения, а для них это центральная вообще мысль была. Вот, может быть, они хотели ее крестить, она и не была крещена, и разумеется, раз об этом ни словом, ни духом сам император не говорит, вот, описывая все до мельчайших подробностей, какие речи произносились, что подавалось, какое вино наливалось, вот, все, 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 но как между вином и десертом он где-то ее крестил, ну, забыл упомянуть, понимаете, император. И только в наших летописях внезапно она становится, вот, так сказать, крещеной, да. Я думаю, может, она и была крещена, но арианским образом, и для нее это не противоречило ни ведической, ни какой другой традиции, да, для того времени. Вот, и когда там описывают, как был, например, вот тоже еще Борис Александрович Рыбаков, глава наших историков в течение, там, полувека, вот, вот, описывает рисунки, на которых изображено погребение князя Владимира Святославича, он говорит, что его погребали языческим образом, вот, не христианским образом его погребали. Владимира Святославича, он удивляется этому делу, и стоит, как бы, перед фактом, да, и упоминает, конечно, арианское крещение, поэтому, естественно, он понимает, что христианство его было весьма и весьма своеобразным, Владимира Святославича, вот. А может быть, что и не было крещения, его нам позже списали уже? Разумеется, во-первых, его, это очень похоже на правду, то есть он, конечно, естественно, он женился на Анне, в византийской принцессе, да, принцессе Анне, вот, и, конечно, наверное, в договоре-то он говорил, что примет крещение, наверное, говорил, но поскольку... Византия была частью Уси? Это крещение, это был не просто некий символический акт, это означало, что человек присягает императору Византии, вот, что, как в голове церкви, вот, а он не присягнул императору, Владимиру Святославичу, поэтому и не заметили это крещение, это было некрещением для византийцев. Вот, подмена понятий. Да, подмена понятий, да, подмена понятий произошла, вот. Ну, вот, вот это вот настоящая история, вот это настоящая история. А то, что мы читаем в поиске временных лет, где там, ну, там совершенно анекдотически, такое впечатление, что Нестор, он знал историю не из летописей, а просто из каких-то вот скоборосших представлений. То есть, если убрать торжественный старославянский слой, строй речи, которая, как он написан, а просто пересказать обычными русскими словами то, что он рассказывает, то получается просто уборительный анекдот. Вот, то есть, например, княгиня Ольга едет, соответственно, в Константинополь, да, у нее там какие-то дела есть. Ну, есть подозрение, что она пытала своего сына Святослава отдать за византийскую принцессу. Вот, есть такое подозрение, да. Вот, потом с внуком этом удалось сделать, но это была как бы давняя мечта породниться с императорами. Ну, не получилось у Ольги, поэтому было просто некое посольство, да. Вот, приезжает, да, есть 60 лет и много лет уже. Вот, а у нас в летописи что читаем? Само крещение, как описано в наших летописях, вот, что император говорит, давай я тебя крещу, вот, давай я тебя крещу. Он говорит, ну, не могу я крещу, да, он говорит, нет, он говорит, давай я на тебе женюсь, говорит. Он говорит, давай я на тебе женюсь, ты такая красивая, а у него, между прочим, жена, дети, наследники. А ей 60 лет. Он говорит, давай я на тебя женюсь, говорит. Воспылал ей любовной страстью, как описано в летописи. Давай я на тебя, говорит, женюсь. Она говорит, ну, государь, я не могу тебе жениться, я язычница, я не крещеная. Говорит, ладно, тогда я тебя крещу сначала. Говорит император вспылавший. Он крестит ее, говорит, а, император, теперь твой крестный отец, я не могу жениться на крестном отце. Обманула она его, мудрая княгина Ольга. Ну, для меня это как бы просто анекдот скомороший. Как представляли скоморохи за это крещение. То есть они, видимо, какая-то церковная легенда была запущена. Ее просто обстебывали скоморохи на площадях. Вот, насчет княгини Ольги. И вот эта вот Стебалова, изложенная более-менее какой-то возвышенной старославянской речью, и попала на страницы повести временных лет. Это не имеет отношения никакой к традиции. Никаким летописям, никаким историческим, естественно, свидетельствам. Ну, вот это вот, да, это вот, кстати говоря, я как-то предлагал задорно вот этот анекдот, но не успел он, наверное, его воплотить. Просто действительно смешно. Можно представить себе такие вот скоморошенькие фигуры, и вот как эта скоморошина попала уже на страницы летописи. Вот. Ну, там много чего такого смешного было в наших изначальных источниках. Да, конечно, я думаю, что вот мультфильм, который был недавно снят Владимир Святославич, князь Владимир, кстати, очень хороший мультфильм. И там даже в Велесовой книге вспоминается, когда там Волх, там вспоминает, там, природа, род, это просто из Велесовой книги фраза. А у роди о природе, да, вот бог род, это то, что природа, это то, что явилось природой, да. Он просто произносит формулу из Велесовой книги. И там образ, благородный образ князя Владимира. Наши язычи куда не пошли, как так, Владимир Святославич, жуткая личность, да, и так далее. И крещение там, и убил там брата, и так далее. Много чего там страшного написано в летописи. Вот. И напрасно совершенно. Я думаю, что вот то, что в этом мультфильме дан образ Святослава, он наиболее адекватный, более адекватный, чем летописные известия. Я думаю, что он очень похож на правду. Вот. И как бы вот у них было чувство, у создателя этого мультфильма, что можно давать детям, да, вот, и какой образ благородного князя можно представить, это был правильный подход, абсолютно правильный подход. Они не просто умалчивали, они просто убрали очень сомнительные известия из летописи о том же князе Владимире. Почему они сомнительные о всех этих преступлениях, там, где генеологи, там, князь Владимир, там, живописуют страшные картины, ужасные картины. Их описывают, там, жуткая язычница, там, которая сожгла целый город, там, и Владимир Святославович, который, там, тоже, там, убил, там, братьев, там, брата убил, там, и гарем у него страшный, много чего, там, жуткие вещи описаны в летописях. Нужно понимать, что это просто был литературный жанр, который был принят в христианской церкви везде, причем по всей Европе. Для них, для того, чтобы человек был святой, вот, он должен много перед этим грешить. Вот. Не погрешишь, не покаешься, не покаешься, не спасешься. То есть, наиболее святые, наиболее сильные грешники, оказывается, по вот этой идее. Поэтому они живописуют вот этот вот грех. Это общая идея для Афанасьевской церкви, не имеет отношения к раннему христианству. Вот. Но вот для Афанасьевской церкви, это, как бы, центральная одна из идей, что нужно обязательно очень много погрешить, прежде чем покаяться, и тогда тебя Господь поймет, что ты, в общем, достаточно приблизен к себе в результате этого дела. Это очень ложная идея, абсолютно ложная идея, но она, вот, к сожалению, была основой для большинства житей, житей, церковных житей. И поэтому, когда мы читаем, так сказать, летописные известия о князе Владимиру Святославиче, для человека, который относится к летописи, прежде всего, как к литературе, совершенно очевидно, что она находится, во-первых, в контексте всех остальных житей, а во-вторых, основана не на летописи, а на Библии. Написывает он гарем, он просто берет кусок гаремии Соломона, из Библии, перевода Библии, и вставляет в летопись князю Владимиру. Слово в слово вставляет, просто куском из Библии туда в летопись вставил. Когда было написано? Ну, когда она была написана, да. Мы имеем вообще копии 17 века, да, 16-17 веков. А уж когда было написано, там разные сведения, там переписывал в 14 веке, когда было написано, видимо, в 12 веке. По-любому, даже Нестор, даже легендарный Лестор, жил несколько столетий спустя после князя Владимира. И он не был, очевидно, допущен каким-то летописям старинным, в княжеским летописям. Ну, чисто у него было, перед ним были летописи греческие, Георгий Арматол был, были, Библия была, еще несколько таких вот источников явных, из каких источников он подчерпывался, и были скоморошены на площади. Вот его все сведения, которые он компилировал и излагал в своей летописи. К настоящим летописям он не был допущен. Вот. Вот, вот, что мы имеем, что что имеем. Конечно, нужно в этом смысле опираться уже на источники ведические, если мы хотим обращаться к истинной истории. Это нужно к Велесовой книге обращаться, к булгарским летописям обращаться, кирильные книги, если о древних временах, о четвертом веке хотим что-то знать, Баяновым гимне, Белой Креницы. То есть, есть множество очень авторитетных источников, которыми нужно пропагандировать их в фильмах, мультфильмах, где угодно, в литературе, в школьном образовании. И, к сожалению, вот эта преемственность, которая, ну, вот эта пирамида образовательная, которая, когда там высказываются главные авторитеты, не дут, и настоящие авторитеты, типа Бориса Александровича Рыбакова, там, Юрия Константиновича Бегунова, что было раньше в советское время. Когда выстраивается настоящая пирамида и так далее. У нас 11-13 семинар. Из издательства «Академкнига» и вся сеть, уже все у нас идет борьба с образованием. А есть второй выпуск, да? Аглосакси ведут борьбу? По-моему, просто евреи. По крайней мере, там очередный израильский бизнесмен скупил сначала издательство «Наука» как таковое, и всю сеть под себя взял, а потом все взял и закрыл. Нерентабельно. А вы перейдите момент? В интернете, по-моему, я это дело не выставлял еще. И вот эти вот практические вещи, которые я когда-то использовал для открытия сознания и до сих пор использую для поддержания здоровья, там, конечно, дается. В этой книжке это инструкция. А такой нет еще? Нет, они быстро разобрались. Они здесь действительно махом пошли. Более сотни разошлось. Как-то через интернет здесь? Не знаю. В интернете я ее не видел. Это недавнее издание. Арианская традиция, ну, собственно говоря, это, можно сказать, что это раннее христианство. До Афанасия Великого было христианство, которое можно назвать ведическим христианством. Оно... Вообще-то все европейцы, так и иначе, всякие движения, которые были в Европе, духовного плана, они пытались вернуться к раннему христианству. Что это за раннее христианство, и чем отличие было от того христианства, которое захватило потом Европу и Америку, потом, соответственно, все страны христианские. Это христианство, которое мы, так сказать, это воинствующая церковь, это торжествующая церковь, да, которая современная. Это Афанасий, основа Афанасия Великий. И все это происходило как раз в том 4 веке, который мы называем буссовым временем, да. Вот, в Европе происходило. Вот, тогда происходила борьба. Борьба вот этого Афанасийского христианства, Афанасийского направления и Арианского направления в христианстве. Вот, Арианцы, друг другу они, так сказать, анафеме, так сказать, подвергали. Ну, Афанасийское христианство, это, можно сказать, оно заключено, его консистенция как бы богословская, да. Ну, это учение о Святой Троице. Отец, Сын и Святой Дух, некийский символ веры, да. Мы веруем в Отца, Сына и Святого Духа, да. Вот. И до Афанасия эта формула тоже была, и триединство есть оно и в ведической традиции, где угодно. Но суть не в философских вопросах, не в философском подходе. Хотя вот как бы разграничение здесь заключено. Разглючение в символе веры, для арианцев Господь един, а триединственные вообще не понимают. И четыре века не было никакого такого символа веры, они как бы более консервативны в этом отношении, да. И отношение, собственно говоря, к Христу, да. В раннем христианстве был целый спектр отношений к образу Христа и кто он такой. Вот. Были, и отбыл отношение такое, что он был просто, так сказать, наследник там царского рода, древнего царского рода. Или богой праведный человек. Были понятия о том, что Христос мог быть, в нем был Святой Дух, то есть на земного человека не зашел некий Святой Дух. Вот. И на самом деле Христос – это и есть Дух. Он либо тождественен к Творцу миров, да, либо является одним из ангелов, да, вот, который Господь послал сюда. Вот. Такое отношение. Целый спектр было определений, кто есть Иисус Христос, и оно все, между собой, они вели между собой мирные споры об этом. В том числе и среди мирных споров было и учение, в принципе, тождественное тому, что потом взяло на вооружение Афанасии, да, вот это учение о триединстве и так далее. Скифов, которые жили в том числе и в Александрии, среди берберов, вот. А это берберы – это кельто-скифские роды, народы ведической традиции, разумеется. Разумеется, арианство – это ведическая традиция, которая в данном случае была еще добавлена и учение гностическое, христианское учение, где Христос был мессия-спас, спаситель. Вот. Внутри один из… ну, он был царского рода, и он нес вот это вот древнее учение об идеальном государстве, строении идеального государства, учение о том, как жить в мире, да, и вот это учение о мире, о любви и так далее. То, что проповедовали, всегда спас. Вот это вот изначально арианское христианство, вот его египетский, малазийский извод. И, ну, скажем, до 4 века нужно понимать, что, например, в Израиле евреев не было. Было 200 лет, шли войны Рима с иудеями, вот, римско-иудейские войны. Они в течение 200 лет шли, и миллионы евреев были вырезаны по всей Европе. Вот. И еще непонятно, кто такие евреи тогда, если посмотришь. Это была изначальная мировая религия, я так понимаю. То есть это не были, собственно говоря, семиты по крови, по крайней мере, первые века. Иудаизм, он охватывал огромное пространство, множество людей, миллион людей в Римской империи. Это была первая мировая религия, как потом были христианство, исхлам, и туда входили люди самые разные. Это празелитизм тогда присутствовал. Это была борьба именно с идеологией, а не какая-то основанная на чем-то ином. Это были столкновения античной идеологии, имперской идеологии с идеологией иудейской в первые века. И Рим тогда, в общем, в принципе, победил. И цитадель, исток Израиля, он был освобожден от евреев полностью тогда. И основные легионы, которые набирали для войны с иудаизмом в Израиле, это были те же самые... Это были христиане. Это были первые христианы, которые считали, что раз Мессию не признал иудаизм, то значит Иерусалим должен пасть. Они шли в римские войска в том времени. И вот для четвертого... Поэтому была война, потому что Иисус не... Да, иудеи не признали Христа Мессией. И христиане, вот эти ранние христиане, они шли на войну с Израилем. Именно по этой причине для них это была война веры. И как бы месть за смерть Христа. Хотя они культурно-идеологически восходили к той же самой иудейской, библейской традиции. Это тоже понятно. Но она была какая-то особая. Тогда было множество Библии, о которых мы можем судить уже в каких-то разных изводах есть внутри. Вот Тора, между прочим, сильно отличается от Библии православной, католической. Между ними очень сильно разночтение и в наборе книг, и ряд текстов есть только в христианском странном изводе. Например, там четвертая книга Ездры очень любопытная. Появившаяся внезапно в четвертом веке нашей эры. И мне кажется, что есть под пера Евсей Векесарийского. Это одного из автора церковной истории. И того, кто делал первые изводы Библии. Там 50 экземпляров были для императорских библиотек, созданные внутри в Кесарии. С ним появилась там четвертая книга Ездры. И в этой четвертой книге Ездры говорится, что спас, спаситель, истинный спаситель, тот, который совершил больше, чем сам Христос в первом веке, припевать, он появился в четвертом веке. Я часто привожу эти тексты, в начале мне было удивительно, как так точно Библия во времена Ездры, там после военского пленения, вдруг внезапно начинает говорить об Буси Белояре, который появится в четвертом веке, указывая дату. Теперь я понял, почему это было. Потому что книга появилась как раз в четвертом веке после библейской книги. А до сих пор в православном каноне ее нет, но есть в католическом каноне эта книга. Я думаю, что это вышла или ставка, или сама книга целиком из-за спира Евсения Кисарийского. Я уже просто слышал это. А что же он сделал больше, чем Иисус? О-о-о! Как вам перечислять? Нет, ну, хотя бы один, но вот с этим. Ну, Иисус жертвой был за нас, за всех. Ну, если говорить, что вот евангельские, вот это вот, даже крещение всего креста, это восходит не к первому веку, это после четвертого века появилось. То есть даже само распятие, у Христа было столбование, если говорить об символике. Вот. И Евангелие, описанное после четвертого века, и все свидетельства о кресте и распятии, относятся тоже к князю Буси Белояру. Вот. Это тоже интересный факт. Вот. Но если говорить об наследии его, это то наследие, в котором мы до сих пор живем. Ну, с политической точки зрения, да, он был князем, и в его время Рускалань, Древняя Русь, вела войны. Вот. И, например, Крым тогда стал, Сурожское княжество было присоединено к Руси. Вот. Как Сурожское княжество после войны с Готами. Как правополитной войны с Готами. И тогда впервые, тогда уже, так сказать, была в русский мир, были годы отяснены с территории современной Чехии, Словакии, Моравии. Вот. Вот это вот чисто политический результат. Я же не говорю о том, что было на Востоке. Там еще отец его, Дашин Яр, расширил землю Рускаланьи, там, в Урале, в Сибири, там, бесконечно. Вот. Это вот политический. К культурному смысле основные источники, о которых я здесь говорю, это изводы ведических книг, были составлены в то же время. Сын его Боян, это Тризна Бояна, скажем, да, при летописи, которые дошли до нас, это литература, которая вот здесь публикуется в ведах. Это в основном, это идеология династии Святояров, и изводы были именно в IV веке, собственно, литературно. Письменность, реформа письменности, вот, то есть Бус Белояр, и всегда его изображают, есть изображение Буса Белояра с азбуками. То есть он ввел школы, какие-то грамматические реформы были, о которых можем предполагать, судить по оставшимся памятникам. Вот, календарная реформа тоже относится к его времени, один из календарей был составлен в его время. Вот, если об этом говорить, календарный, да вообще перечислять много можно, то есть это действительно достояние то, которым мы пользуемся до сих пор. Вот, да, вот, вот, хотя бы вот это вот перечислил уже достаточно, я об этом могу говорить бесконечно, уже впускаюсь в подробности, наверное, которые здесь неуместны. Ну, жертвы никто не был. На крест больше никто не сходил, да? На крест сходили многие. И пряда, о котором говорит книга Велеса и, ну, Ерильна книга, это и есть была жертва. И начало новой эпохи этой жертвы, этой мистерии, ну, оно сопровождалось событиями вообще грандиозными. После распятия Бусы Белояры, это было в Моравии, вот, произошла просто вселенская катастрофа. Вот, можно смотреть, ну, множество изделий, которые об этом говорили. Были разрушены многие города, тогда Черное море покрылось льдом, извержение вулкана, это Эльбруса произошло в том времени, чисто геологические и физические сдвиги. Почему он настолько был, ну, в древней традиции уважаем, вот это вот реально произошло. Ну, много чего происходило, что связывает с именем Бусы Белояры. Вот, это вот, это вот событие. Да, ну, говорится о том, что он все-таки тоже воскрес, это не являлось, ну, это как бы жертва, это жертва была в связи с вот, шедшей тогда войной. И жертва была не только Булсу, но и 70 его сыновей. Вот. Он хотел восстановить мир, поскольку он, вот эта история повторяется и сейчас, когда опять хотят развернуть войну между славянскими родами. И она как бы вот мистериальная, вот эта вот война сейчас украинская, тема Галиции, которая там присутствует в украинской, в этом разладе внутри славянского или русского мира. Вот. Она была и тогда. И предупреждение об этом есть во всех наших книгах, всегда есть, не только в Велесовых книгах, даже в булгарской летописи одно из основных предупреждений для русов. Потому что как бы вот смерть и распятие Булсу Белаяра, ну, он, конечно, воскрес и продолжалось еще там много столетий, его история в других родах была. Но вот эта вот казнь его, она как бы лежит на гречанах. Вот. Они считаются самым жестоким родом, который в этой готской войне был на стороне готов, да, но даже их жестокости сами готы ужасались, что они творили. Да, даже готу касались, они были воинами, да, но они как бы не были жестокими там. И как бы они умывали тоже руки, когда была эта казнь, они не присутствовали при этом, при всем, это было отдельное их дело. А Булсу Белаяр принес жертву себя и своих сыновей, не став биться, поскольку это были эти жертвы, ну, так оно было. В Мухабхараде же то же самое было. Да. В Мухабхараде, да, это повторение, нельзя воевать между родной кровью. Но, тем не менее, Кришна сказал о Дмитрии в войне. Кришна сказал в войне, да. Булс Белаяр решил пройти через смертную казнь, тем более, что это был конец эпохи, которая там 20 тысячелетия шла. И это было предсказано, об этом изначально было говорить, что будет вот это вот, переход. Он неизбежен как закат солнца, как начало новой эпохи, новой истории. Не только для Руси, но и для всей Европы. Вот, то есть нужно было пройти через это. Он прошел. Вот так вот. За это и преследовал, ну, скажем, король Польши Август. Это было 17-го... Ну, было восстание страны Богдана Хмельницкого, да, после первого разделения Польши. Вот, и часть древних русских родов, белорусских родов, которые были считались в то время частью польца, может быть, польскими родами считались, они поддержали восстание Богдана Хмельницкого. И король Польши, там, Август, он сказал, что он не будет противоречить крымскому хану разорение этих родов, этих земель. И крымский хан был пропущен поляками в белорусские, волынские вот эти вот земли. И они были подвержены жесточайшему пустошению. Вот. Русь тогда еще собиралась силами, чтобы оказать помощь древним родам, да. А поляки вот эти, или польско-белорусские вот эти роды, они бежали тогда на Русь, в том числе и роды горских. Вот. Вот. Они оселяли в Костроме, на Волге, вот как раз мои прямые предки им дали какие-то церковные должности, там, как-то их поддержали, беженцев. Но они, конечно, потеряли все, что они имели раньше в Польше. Это времена Богдана Хмельницкого и позже. Вот. Это было до второго раздела Речи Посполитой. Вот. Тогда уже была потом Преославская Рада, и были представлены Киев. Вот. Там, благодаря тому, что англикане, они были в этом смысле более свободны, вот. Ньютон себя называл именно орианцем. Ну, они тоже славянские роды, да? Англосаксы. Кто? Англосаксы. Англосаксы. Вот это интересный вопрос. На самом деле, изначально англы, которые шли там вместе с саксами, ну, саксы, скорее, больше там индеранцы какие-то, и там немецкие, там, какие-то скандинавские корни. А вот, собственно говоря, англы, если смотреть, откуда они пришли, исторически, в Великобританию, ну, это, конечно, славяне. Это их, они стали англами, а до этого были унглами, или уличанами даже, если говорить по вот этому. Это уличи. Древний тиверский род соответствующих земель, перешедший туда. То есть, конечно, среди англичан долгое время хранилась, вот, и в том числе и славянская какая-то ветвь, и она была какие-то века, и даже определяющей для Великобритании. Но это было очень давно. Ну, грубо говоря, все белые люди, они, как бы, ну, славянская, да? Ну, если же говорить об этом, об арийской культуре изначально, кибербарейской, белой, то, конечно, да. То есть, общие, для финнов и для тюрков, там, вот, это общий такой куст белых родов народов, вот, да, это, как бы, общая история. Можете смотреть, вон, булгарские летописи, где говорятся о древних родах булгар-тюркские роды. Вот, там та же самая история, то есть, опять же, север, опять же, идет белая традиция, но она имела несколько ветвей. Одна ветвь ушла в Индию, там, в Иран, вот, часть была вот эта вот, в Семеречье, это в Средней нашей Азии, тоже был центр и династии, там, вот, арийской династии, которая правила всеми арийскими землями. Был арийский союз до II века нашей эры, вот, который объединял и Иран, и Индию, и Кушанский, и Бактрийский царство. Это были, все правители были родственниками, считалось неким арийским союзом, который придерживался некой общей культуры уверенности. После II века уже пошли войны, было разделение, так сказать, на южных и северных арийцев, так скажем. Да, северные арийцы – это аланы, которые считались более мирными, более дружелюбными, чем и южные. Вот. Которые, да, которые вот здесь уже. Мы северные аланы, собственно говоря, и есть. Аланы, арийцы, ну вот, северные роды. Вот. Воины шли, конечно, и вот удивительно для людей, не понимающих саму ведическую доктрину, политическую ведическую доктрину первых веков нашей эры, и ведическо-языческого времени, и последующих веков, вплоть до времен первых Рюриковичей. Когда мы считаем, куда делал походы, почему походы шли там в Хазарию, на них шли не только в Хазарию. Вот. И Олег Вещий, и Игорь Старый, он дошел до Антропотена, это уже территория современного Ирана. Вот. Через Кавказский хребет перевалил, туда шел. Это походы Олега Набердаа, например, известия арабских писателей. Вот. Олега Вещева, и потом Игоря Старого. Все они двигались в одном и том же направлении, они хотели, как требовала ведическая доктрина, восстановить единство арийского мира. Вот. И там был трон владыки вселенной. Он был к Сетефоне, вот, это рядом с Вавилоном, да. Вот этот трон владыки вселенной, который должен был объединить все арийские роды изначально. И они, соответственно, этой доктрины, князья древнерусские, еще дохристианские, языческие князья, вот, они следовали этой доктрины. Основные их походы были даже не в Византию, вот, а именно силы тратились на вот, на эти походы. В тот мир, который уже был под исламом. Да. А вот... Ну, шестого века он был уже под исламом, а вот Игорь Старый там уже там в седьмом, в восьмом веках, в девятом веке, а с Олегом Вещевым, вот, они туда продолжали сражаться, и там были восстания зороастрийские. То есть они, когда идет восстание, там, краснознаменных, например, которые под зороастрийским, антиисламские восстания, они все надеялись, что они объединятся с вот древними языческими, так скажем, зороастрийскими движениями в Азии, глубоко в Азии, и вместе восстановят единство, уже против исламского мира шли вот такие вот тогда. Ну, это вот все вот древние идеологические, политико-идеологические доктрины первых веков нашей эры. Ну, да, отец Буси Белаяра, даже Нияр, тоже воевал, доходил до Кситефона. Об этом говорится и в, естественно, подробнейшие есть описания в Ерильной книге, вот этих походов русов, которые воевали вплоть до, ну, современного, там, Ирака, там, рядом с Вавилоном в Кситефоне воевали. Вот, там есть подробнейшие об этом, так сказать, рассказы вот этих древних войн, но о них есть свидетельства европейские, я тоже их привожу в комментариях, вот, то есть вот этих древних, очень значимых для первых веков нашей эры войн, которые вели, там шли. И вот эта вот ранняя арийская история, где иранские шахи представляются древними, в том числе, как бы, общоарийскими и даже русскими князьями, сохранилась у нас и в русской, внутри, в общем, устной традиции сохранилась. То есть в Былинах у нас есть, например, очень любопытный князь, которого называют Вахрамеем, который живет в Вавилоне, вот, а это же Варохран. Ну, скажите, например, известен вам такой факт, что он сейчас живет в Израиле, эмигрировал, что он, в принципе, по материке играет. В источниках ФСБшных есть такой, там замечательный совершенно автор. Ну, показывают его фотографии, брат его двоюродный служит в израильской армии, он еврей. Основатель сначала секции дживы индийской секты, в начале было, где-то в 90-х же годах, он ко мне приходил в журнал «Науку и религия», пришел и, прежде всего, сказал, «Ты все неправильно делаешь, нужно основывать там секту». Вот, он такой простоватый, несколько человек. Нужно понимать, что этот человек, как бы, ну, без принципов. Ну, мало того, что он, как бы, еврей, это даже не является, в данном случае, уж таким криминалом, вот, ну, криминалом является то, что он проталкивает вот такое вот, ну, чисто сектантские вещи, которые есть, ну, по-моему, во всякой секте. Любая секта, ненастоящее учение, вот, оно является собой дикой компиляцией. Ну, возьмите какой-нибудь фау, лунгун, вот эти вот, ну, они, он действует абсолютно стандарта. То есть, он опирается, обращается к людям, которые вообще ничего не понимают. Впервые, вот, дай бог, школьную программу в общих чертах слышали, поэтому у него там, скажем, нет Илиады в его ведах, да, а есть скандинавская сага. Ну, скандинавию не изучали в школе. Для них, для людей это впервые просто крышу сносит, о какой-то некой новой сакральной информации. Вот, ну, это обман обычный, используется для того, чтобы взять невежество. Есть там вещи, которые взяты из журнала «Наука и религия». Он почитывал журнала «Наука и религия», масонские вещи, там, всякие ООН и прочие, это гностические учения, которые использовали масоны всю свою историю. Туда тоже запихнуто. То есть, в принципе, это обычный сектантский компилятор по текстам. Каждый текст сам по себе может быть интересен. Для тех, кто изучает конкретную данную традицию духовную, еще какую-нибудь, сам по себе может быть интересен. Плохо то, что, во-первых, он нарушает авторское право, когда берет чужие переводы, чужие тексты, да. А живые авторы у них просто, в том числе и я. Берет там законы Сварога, добавляет туда «Расу Великую» и «Медград», там, два слова поменял, и запускает от своего имени. То есть, человек там, или там Стеблен-Каменский, директор института, или там тот же я, десятки лет работают, да, группы, коллективы работают, классные специалисты. А тут приходит из леса еврей-ресоруб, забирает это все себе, вот, говорит, это я великий, работал, перевод, запускает это все дело туда. То есть, это мошенничество. Если бы кто-нибудь из нас подал, ну, мы просто люди, занимаемся наукой, мы не подаем суд. Это про Патердея, да? Да, про Патердея, да. То есть, мы не подаем суд. Мы ученые, да? Нам некогда, у нас много всяких дел, у нас проблем без того хватает, чтобы разбираться юридически. Но если бы кто-нибудь из нас подал суд, он бы давно уже сидел просто по вот этой статье. Занрушение авторского права. У нас совершенно стандарт. Он берет информацию из интернета, и запускает ее, и продает. Экономическая совершенно вещь. Вот. Ну, и так далее. То есть, если бы он был чуть поумнее, он бы занимался там, ну, как вот, и почестнее, конечно. Ну, он бы как бы трехлебом занимался. Вот честный человек. Он говорит, я это прочитал, я это выдаю, я это рассказываю. Славы у него было бы столько же бы. Ну, не было бы вот этого вот флера мошенничества, которое стоит за Патердеем. Ну, а ему просто пофиг. Ему главное быть богом, патером, деем. Патерде – это вообще-то, ну, Зевс. В переводе с греческого. Я Зевс, он говорит, я Зевс. Ну, и что? Ну, Зевс. Я царь, да? Здравствуйте, я царь. Народу нравится. Вот. Ну, не знаю. Ну, и вот всякие, вот что больше всего опасно, что вот не только Вахиневича, во всем этом сектантском мире, что они, благодаря вот этой вот поддержке людей невежественных, вот, запускают мемы, которые начинают использоваться в средстве массовой информации и запускаться вообще в очень широкую. Потом подключаются, даже телевидение подключается к этому делу, еще какие-то средства, широкие средства массовой информации. И совершенно какие-то дикие, странные идеи. Ну, в том числе и здесь со сцены начинают проповедовать. Некий календарь. Ну, смотришь, посмотрите на календарь-то. Название месяцев – это еврейский алфавит. Вы что, за древнеславянские еврейские дела используете, да? Ну, просто чисто культурно, как культурный код, да? Вот. Нафига нам еврейский календарь? Вот. Толкать сюда. 5508 лет украл у нас Петр Первый. Мир не сотворен 5508 лет до нашей эры. Несколько ранее. Совершенно очевидно. Потому что там, ну, буквально, как-нибудь египетские фараоны уже были в то время, да? Какие там сотворения мира? Вот. Для современных… Сотворение мира с нынешним Китаем было. А, вот это вот «Мир и не войны», да? В этом смысле. Я предлагаю вот по теме по нашей. Смотрите, а вот как вы заинтересовались русской культурой, ведами, как это произошло? Вот если можно, коротко. И как вы вышли? Вы уже написали книги там. Ну, как вы получили? Ну, если говорить лично обо мне, вопрос личный, да? То это дело рода. Вот. Мои предки много веков занимались очень похожими вещами. Они были, ну, скажем, Александр Васильевич Горский в середине 19 века вообще один из основателей археографии как таковой, да? И о полиографии, археографии, то есть он составлял первые каталоги древних рукописей. У меня по линии Горских, да, и по линии Высоцких очень много авторов, которые в течение многих веков занимались именно письменностями, переводами. Внутри вот нашего рода, еще до школы меня обучали языкам, вот, славянским, древнеславянским языкам. Там особая школа, вот, я по этой грамматике, очень простая грамматика, доступная даже, вот, дошколятам. С этого можно, потому что она более простая, чем и грамматика русского языка. Их можно учить этому языку до школы, вот. Просто буквально очень людей там с пяти лет можно учить, да? Вот, вот я ее привожу в эту грамматику, которую меня обучали, вот, в книге, например, вот одно из изданий, их много изданий. Вот здесь вот, например, есть грамоты Велесовой книги. Вот, на пятнадцати страницах приводится, ну, буквально три урока, вот. И вот эти вот основы, их три ключа грамоты, их можно давать и даже дошкольникам. Вот. Это очень простейший курс, который позволяет людям уже правильно понимать тексты старославянские. Не только Велесову книгу, не только вот эти вот языки, основные три ключа. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ